привет привет добро пожаловать в новый влог мы готовы ехать на 1 сентября и на сегодня у нас первоклассник немножко одолел нас стресс вот так выглядит парадно выходная форма на каждый день у них чуть другие свитерки конечно без галстука и без рубашки мы поехали юки остается на хозяйстве охранять наш дом правда охранник из нее тут еще привет привет мы с вами еще не виделись я вернулась домой без детей оставила их в школе на полтора часа вот накрасилась и собрала их на тренировку они занимаются футболом два раза в неделю и сегодня вообще нужно успеть я даже не знаю как впихнуть не впихуемое очень много дел почему я не осталась на торжество дело в том что у нас в школе до сих пор ковидные меры представляете мы уже с родителями шутим что везде их отменили только в нашей школе так то один из родителей может прийти то обязательно нужно показать сертификата прививки то вообще никому нельзя ну короче не знаю пью кофе для того чтобы был заряд энергии на остаток дня и зефирку ем это мама мне привезла зефир из украины и еще знаете что почему дети пошли без цветов без каких-то подарков они ходят в частную школу по-моему я как-то вам рассказывала но повторюсь потому что много новеньких кто-то возможно что-то пропустил это то что мне очень нравится я только за в нашей школе ничего дарить нельзя то есть это может быть какая-то открытка сделанная ребенком или какая-то поделка рисунок что угодно можно что-то слепить но ни в коем случае не покупное и цветы в том числе то есть учителям запрещено принимать что-то от учеников и от родителей это очень здорово потому что у всех родителей разные финансовые возможности и это очень нечестно когда кто-то дарит дорогой подарок кто-то подешевле и это тоже может каким-то образом влиять на отношение к ребенку на оценку его способностей я помню как мы в моей школе постоянно на что-то собирали как не на ремонт класса так на подарки учителям а здесь особо даже как-то не празднуется вот с таким размахом день учителя то есть это обязательно какой-то пирог это возможно какие-то там развлечения если это праздник для детей или какие-то совместные занятия с учителями и мне кажется что это очень хорошо все я полетела мы с вами встречаемся чуточку позже еще мой любимый зефир так и не съела сахар ну как тренировка вау тренировка закончилась а вытянуть их невозможно не потому что они в клетке потому что хотят еще играть уже полтора часа моё утро началось с приятностей какой он красивый приехал мой новый фен я сейчас высушу волосы и расскажу вам о нем подробнее поделюсь своими впечатлениями включаем он должен быть менее шумным я в шоке я очень быстро высушила волосы я в каждом влоге по разному поводу в шоке но я имею ввиду что я под приятным впечатлением значит я сегодня не наносила никакие укладочные средства не использовала маску ничего для объема для разглаживания возможно это даже видно но у меня ровные волосы но если не как вот знаете хотя бы чуть чуть не вытягивать они будут просто торчать у меня даже нет браша если вы можете посоветовать мне какой то я попытаюсь освоить искусство укладок на браш пожалуйста делитесь в комментариях у меня только вот расческа с волосами которую я использовала сегодня бренд фена life and я оставлю вам ссылку внизу на официальный сайт там можете почитать и у них есть международная доставка фен не тяжелый он вместе со шнуром весит пол килограмма это как раз то что мне было необходимо потому что я искала для себя фен который я смогу брать с собой на тренировке я занимаюсь утром пока доеду пока сама тренировка пока помоюсь пока высушу волосы своим стайлером это занимало очень много времени которого у меня и так вечно на себя не хватает а этот фен конечно ускорит процесс и если сравнивать со стайлером дайсон то однозначно могу сказать что стайлером вы будете орудовать гораздо дольше потому что сушит он не так быстро прям в разы медленнее чем вот этот фен я это говорю не для того чтобы вам что-то разрекламировать и продать я объективно оцениваю ситуацию и способности устройства он очень мощный и он гораздо легче чем профессиональный фен и чем даже вот этот мой самый обычный от babyliss и я жаловалась на этот который мы купили просто потому что нам срочно был необходим фен я рассказывала о наших приключениях одного фена в доме нам недостаточно потому что дети купаются внизу мы с мужем наверху муж сушит волосы там я здесь иногда всегда по-разному и плюс мне нужен был фен который я смогу забросить в сумку для тренировок и вот этот фен от babyliss мне не нравился тем что здесь невозможно регулировать температуру то есть он выдает слишком горячий воздух и после него волосы как пакля даже по ощущениям и выглядят так не очень а при длительном использовании это имеет значение длина шнура здесь около двух метров насколько я помню то есть вы спокойно сможете отойти от розетки приблизиться куда-то к зеркалу и в принципе я не люблю короткие шнуры мне очень нравится дизайн выглядит как фен от apple правда прикольный но зато цена у него очень приятная здесь мотор находится в самой ручке поэтому им очень удобно пользоваться и вообще не ощущается даже вот эти меньше чем пол килограмма без шнура и послушайте специально чуть ближе поднесла его как цепляется насадка видите на магните и и также можно проворачивать в любую сторону на 360 градусов то есть вы можете менять угол подачи воздуха в зависимости от того что вам надо это вы знаете происходит очень быстро и легко здесь есть несколько мощностей подачи воздуха и сравнивая со всеми фенами которые у меня были могу сказать что здесь вот прям ощущается что он дует как из самолета из мотора самолета очень прикольно у меня к сожалению нет обычного фена дайса не стайлера я не могу сказать чем они отличаются и отличаются ли но вот этот абсолютно кайфовый а еще знаете что когда ты его включаешь я запишу отдельно картинку чтобы вам показать и используешь горячий воздух а здесь есть три режима подачи воздуха горячий напишу сколько там какая там температура средний и холодный воздух так вот когда вы включаете горячий то здесь загорается свет лет красного цвета потом переключаете на средний оранжевый и когда это холодный воздух то светится голубым мне кажется что это сделано для того чтобы сразу было понятно какой обдув ты включил и здесь вот в ручке также как моем стайлере есть отделение с вот такой крышечкой это фильтр который периодически нужно чистить для того чтобы он вам дольше послужил фен тихий процессор здесь мощный и я вычитала что здесь используется вот эта технология отрицательных ионов благодаря которой короче у нас не электризуются волосы особенно это неприятно в холодное время года я как-то чаще замечаю что у меня электризуются волосы осенью и зимой и я от души могу вам советовать если вы ищете замену вашему старому фену или просто ищите для себя крутой но при этом не какой-то мега дорогой фен потому что реально это справедливая цена за такое качество за такой дизайн мне теперь даже жалко будет его носить с собой в спортивной сумке я бы и домой такой взяла ну ничего подсобираю денег может закажу себе и они бывают еще разных цветов яркие и серые есть но мне захотелось беленький вот такая крутая штучка решила поделиться с вами приветики можно даже чуть больше что у нас тут все что у нас здесь происходит мама задолбалась готовить завтрак обед и ужин на протяжении трех месяцев поэтому дети сегодня сами готовят обед захар это не то не то не то лопаточку возьми короче больше воюет чем на это лопатка захар подождите только убираете потом тоже вы зары как а у тебя итальянский акцент прикольный какие вы смешные хоть и большие осторожно может шипеть и брызгать на сковородку не на пол пожалуйста маман сегодня намывала уже пол в общем у нас тут весело какое понимаете не соскучишься с ними и слава богу у тебя отлично получается теперь выливай соус они с высоко целый 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 захар очень в кайф давай 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 захар ты силач такой давай 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 ну а ты думал не начал вместе вкусно пахнет ну как чё у вас получилось вкусно или нет а чё так как-то неуверенно вкуснее чем мы тоже готовим ну чё сигнат эти вкусно не смогли договориться по поводу вида макарон поэтому маме пришлось варить а теперь я сажусь обедать у нас кстати болонезе с индейкой мне так больше нравится спасибо мальчики мы сегодня готовили обед я уверена что будет вкусно это были одни из лучших выходных за последнее время и вообще в этом году потому что к нам приехали наши родные из украины в этот раз моя мама тетя и двоюродная сестра мы решили повезти их закопаны чтобы развеяться подышать свежим воздухом насладиться спокойствием показать региональную архитектуру пейзажи и попробовать местную кухню если вы сейчас оказались в польше и вам недалеко до гор очень советую вам посетить их даже не обязательно зимой или летом когда масса туристов но и осенью в это время года здесь также прекрасно горы и леса обретают новые краски пока здесь не очень холодно прогулки такие уютные будете греться горячим глинтвейном ну а природа природа здесь по настоящему завораживает к сожалению время летит так быстро и в этот раз совместного времени у нас было не так много поэтому я просто снимала что-то что я вижу что цепляет мой взгляд что дает силы и какое-то настроение жить дальше ну и потом только уже записывал какой-то текст во время монтажа потому что мне очень хотелось не потерять ни одну секунду вместе мы даже нашли несколько грибов и потом утром приготовили из них яичницу прощаться очень сложно и я снова буду ждать встречи и очень хотелось бы чтобы наша следующая встреча была в украине лично я очень верю что в украине совсем скоро будет тихо спокойно не так как раньше а даже лучше ну вот и все уехали мои родные они были всего несколько дней ну пока что вот так мы старались как можно больше времени проводить вместе и в последний вечер мы засиделись вчера я ходила как сонная муха потому что дико не выспалась потом пока убиралась сегодня дети еще пошли в школу и так пусто дома так тихо мне вот вообще не напряг когда у нас гости причем как надолго так и на пару дней это их желание их решение не покидать украину несмотря на то что там не безопасно и никак не могу это изменить никак не могу на них повлиять единственное что я могу сказать что мой дом всегда для вас открыт и так будет наверное до конца моих дней потому что я по-другому не умею мне кажется что наша семья довольно дружная и вот с тетей я близко самого самого детства и со своей двоюродной сестрой у мамы с тетей 4 года разницы и они тоже всю жизнь вот так рука об руку всегда поддерживают друг друга и в очень сложные периоды и суперсложные потому что когда все хорошо очень просто быть рядом с другим человеком если ты не завистливый не какой-то такой знаете человек но вот друзья познаются в беде и родственники тоже и приятно наблюдать когда две родные сестры вот так несмотря на разницу в возрасте как близняшки всю жизнь вместе и мы с Леной и с моей двоюродной сестрой тоже все детство провели вместе у бабушки и постоянно ездили друг другу в гости и мы очень дружили и потом знаете как-то она на три года старше и начала чувствоваться вот эта разница она пошла в университет я еще была школьницей и у нее появилась своя компания у меня свои друзья свои интересы на такая спортивная очень кстати интересный человек совершенно другая нежели я но вот я замечаю что был период когда у нас вообще не было общих интересов вот наверное после школы во время универа а сейчас мы как будто не можем наговориться так много общих тем несмотря на то что мы и разные там по роду деятельности и я не такая активная как она кстати я похвастаюсь потому что моя сестра двоюродная участвовала в таком забеге это марафон 55 километров она бежала с украинским флагом и она пробежала по горной местности то есть это был бег в горах 50 блин 5 километров я не знаю как вообще человеческое тело на такое способно то есть ты слышишь что кто-то пробежал марафон типа классно но когда ты знаешь что человека знаешь как он к этому пришел чем он занимался в жизни и ты думаешь вау это заслуживает уважения как минимум и специальная подготовка нужна все дела и восстановление но она прям крутая она даже бегала у нас тут представляете очень активная вот чтобы мне сегодня не было так грустно я целый день убираю когда ты не можешь и как вы что-то изменить никак на на что-то повлиять ты начинаешь наводить порядок вокруг себя в своем маленьком мире где ты можешь что-то ровно сложить и так и будет как хочешь в общем наверное это какая-то психологическая тема но меня это реально спасает я сейчас перебираю свои банки и видела что на и херб уже начали праздновать их какую-то там годовщину какое-то день рождения и херб и у них целых 26 процентов скидки на разные категории каждый день я решила что я покажу вам на какой уход я меняю то что у меня было потому что у меня снова собралось много пустых баночек а пока что я не планирую снимать отдельное видео а еще в подборке в инфобоксе сделаю вам такой список того что стоит приобрести на холодное время года из из углажнения из очищения и разные по ценам средства что-то из кислот там ретинолы и все дела масочки какие-то поэтому если для вас актуально то заглядывайте тем более что у них есть доставка и в европу сейчас очень выгодно там покупать и есть доставка в украину в определенные регионы это не реклама просто не хочу чтобы переплачивали и сама буду ждать закончилась у меня гидрофильное масло от миша она не то чтобы какое-то феноменальное неплохое хорошо очищает кожу когда-то возможно куплю снова но я закончилась у меня гидрофильное масло от миша не то чтобы какое-то уникальное я взяла бы щербет мне они больше нравятся им фром бьюти оф жозен из корейских или на худой конец банила эндко у меня сейчас вот такое от пинкан юль гидрофильное масло вы были правы оно специфическое не то чтобы плохое оно просто отличается от других и в качестве первого очищения кожи ничего так но настаивать не буду что вам такое надо а вот эту пенку советую взять особенно на зиму у кого сухая кожа кто не любит очищение до скрипа вся вот эта линейка сун юнг от этюд хаус настоящая бомба будет отдельное видео с уходом где я подробнее расскажу обо всем сегодня так постараюсь кратко все весной и лето я использовала эту линейку от миша супер аква она дает очень хорошее увлажнение такое базовое но я думаю что осенью и зимой многим зайдет плюс большой объем крема да он имеет отдушку но мне она не мешала я со временем к ней привыкла и все было хорошо с удовольствием повторила бы и вот на что я сейчас это все сменила я взяла целую линейку тоже миша только с красными водорослями она заявлена как антивозрастная и восстанавливающая у меня эссенция и крем он не плотный и не жирный хорошо подойдет и комбинированной кожи также склонные к жирности жирной не забивают мне поры так как я использую ретинол витамин c плюс у меня зимой суховатая кожа я добавила еще и сыворотку она двухфазная с масляной такой частью но когда взбалтываешь и наносишь на лицо она быстро впитывается кожа как будто ее съедает и нет ощущения пленки если у вас очень сухая кожа то я бы взяла что-то еще помощнее вот этот тоник я наношу тогда когда лицо красное раздраженное это уникальный бренд в составе всего три ингредиента вот этого тоника я не знала что это такой хит в корее но от души вам рекомендую это открытие моего года витамин c у меня есть вот такая ампула тоже от миши она очень маленькая но я использую и не чаще одного раза в неделю то что у меня на каждый день когда-то покупала миниатюру витамина c буду брать полноразмерную эта сыворотка продается в таком формате с витамином c и вот видите ретинол у меня от той же марки он прекрасный он настолько хорошо разглаживает кожу при этом она не шелушистый но это не убийственный ретинол от которого у вас отвалится лицо если успею то закажу со скидкой себе несколько баночек на эту зиму два витамина c брать не обязательно выбирайте тот который нужен вам миша помощнее а вот эта малютка такая деликатная для ежедневного использования отменно крем под глаза у меня пюнкан юль видите он так потихоньку заканчивается при том что большой объем но я перенаношу свой уход в течение дня потому что нужно обновлять spf или же утром например я мажу все свои кремушки потом иду на тренировку потом снова моюсь и снова наношу короче расход у меня больше чем раньше от прыщей очень крутая вещь серой есть большой банки я взяла поменьше на пробу и хорошо подсушивает и мне кажется что работает даже лучше чем салициловая кислота конкретно моем случае еще вот раз две недели где-то я использую пады пэды код сомбайми они с аха и бха кислотами сейчас как раз отличное время для кислот так что на заметку вот такой у меня сейчас актуальный уход как видите по большей части из корейского сегмента но это я не специально обещала показать вам как я организовала холодильник правда много из продуктов сейчас закончилось сегодня снова надо в магазин это какой-то капец по-другому и не назовешь у нас небольшой холодильник но вот эта верхняя часть именно холодильная длиннее чем обычно потому что у нас меньше морозилка но хочу сказать вам вот что если бы у нас был больше холодильник мы еще больше продуктов выбрасывали бы мы стали меньше покупать но чаще и таким образом мы съедаем больше то есть это плюс для семейного бюджета это так отходя от темы организации холодильника внизу у нас хранятся овощи и фрукты а вот это контейнеры которые я покупала недавно и я наверное не буду брать больше потому что у нас очень часто какие-то маленькие томаты черри стоят мисочки еще что-то там лимона и так далее но очень здорово то что наконец-то мне не нужно будет доставать все сразу чтобы посмотреть что же у меня там в самом конце отделения то есть я вот так достала и все вижу у меня тут настоящий микс и чего тут только нет честно говоря я обнаружила что у меня три банки натертого хрена еще что-то там дублировалось что-то зацвело ну неприятненько зато я убралась заодно а вот здесь у меня хранится молочка причем вот туда подальше я поставила закрытые упаковки еще с нормальным сроком годности а здесь то что открыто то есть какие-то намазки творожок йогурт и сметану мы вчера доели а здесь справа сыры все что надо для бутербродов какая-то колбаска здесь лежит запасное масло вдруг закончится чтобы она у нас была рыба и оказалось что у нас еще три сыра я не знаю зачем так много пока съешь успеет испортиться но здесь уже такой пошел микс компот суп я только что доедала там запеканка одна сладкая соленая сыр который я хотела сделать на гриле но так и не сделали гриль а вот тут на верхней полке у нас хранятся яйца запасное молоко большая банка майонеза не знаю зачем домик такую купил теперь ее некуда пристроить хоть бы она оттуда не вывалилась вот здесь у меня ну такое то что мне не часто необходимо не спрашивайте почему у меня тунец в холодильнике но если вас это удивляет томок любит холодного тунца поэтому специально для него храню там вот здесь варенье многие баночки открытые какие-то сладости тоже варенье мой яблочный уксус который я так и не начала пить а здесь открытое молоко это просека мы пили с моими родственниками лук вот если я покупаю зелень я наливаю немного воды в стаканчик и таким образом храню а если это укроп или петрушка я сразу нарезаю мелко часть использую для готовки а часть замораживаю ну и кетчуп большой такой бадье тоже некуда его пристроить а это не алкоголь это малиновый сироп который поляки часто добавляют или в чай или же в пиво но мы так пиво не пьем и как видите пиво здесь тоже в принципе нет поэтому у нас он для чая и и вы знаете эти контейнеры реально как мне кажется организовали пространство но полностью забивать холодильник контейнерами наверное это как-то не очень удобно потому что все таки у меня тут ну вот суп стоял целый день даже не один компот что-то я делаю на завтрак запеканки разные так далее поэтому мне кажется что для меня лично это было бы неудобно если бы все полностью было из контейнеров но пока что я довольна только знаете что не берите самые дешевые такие контейнеры потому что они быстро треснут также не выдержать тяжести если вы собираетесь куда-то куда-то это перемещать так что если хотите такое приобрести то лучше сразу вложиться как-то так я поехала за игнатом что такое я знаю ты хочешь гулять но гулять мы сейчас не пойдем сейчас едем со всей командой по делам юки нужно сделать прививку от бешенства уже какую-то там по плану еще нужно направиться в сковину потому что я хочу сдать в химчистку некоторые вещи это жакеты свитера то что не не стираю сама пуховики носила кучу вкусняшек еще гуляя с микой юки это чувствует в общем чтобы не попортить вещи мы еще заедем в химчистку и к счастью я вспомнила о том что пуховик у меня грязный еще перед сезоном чтобы это все очистили он был как новенький заставка пиццы она и свинкшоу тебе ну ведь огромно покажься игнаш от вруча с там пиццам нахвилка боже какой ты у меня сильный пойдем пойдем гигант маленькая это по-твоему маленькая а это мы были в сковине заодно проведывали нашу вторую польскую бабушку вместе съели пиццу отнесли все в химчистку сделали прививку проведали наш старый дом а на этом я буду заканчивать свой влог я надеюсь что вам сегодня со мной было интересно и по осеннему уютно не забывайте поддержать меня пальчиком вверх пока пока до новых встреч уже совсем скоро до новых встреч до новых встреч wanna Продолжение следует...